Квартира в Москве. Как много споров в этих двух словах. Кто-то из вас скажет, да кому она нужна, эта Москва? Все уже давным-давно стараются отсюда убежать. Другие скажут, наоборот, Москва это здорово, Москва это город возможностей, все хотят сюда приехать. Третьи скажут, зачем спорить и загонять людей под один шаблон, когда у каждого из нас своя жизнь и каждый из нас решит, где ему лучше жить и самое главное, где у него есть финансовая возможность жить. Друзья, всем привет! И в этом ролике речь у нас пойдет о недвижимости. Я делал публикации в инстаграм нашего канала, я делал публикации в сообщество ютуба, где спрашиваю ваше мнение и как показывает обратная связь, многим из вас данные сюжеты интересны. Поэтому я даже сделал отдельный плейлист на ютубе, где вы можете смотреть ролики на эту тематику. А сегодня мы с вами разберем интересный объект. Мы находимся в Москве, Южный административный округ, район Царицыно. Это не совсем окраина, то есть дальше до МКАДа еще 4 станции метро. До центра на машине 20 минут, если без пробок вы будете действительно на Красной площади. Ну ладно, 25 минут вы точно будете на Красной площади. До метро от этого дома 3 минуты пешком. Это очень круто по московским меркам. И в этом доме проживаю я. В однокомнатной квартире площадью, как выяснилось, 27,4 квадратных метра. И эта квартира стоит сколько? Ну давайте сперва мы пойдем. Я вас познакомлю, в каких условиях я живу. Сколько стоит квартира вот подобного уровня, в который может заехать человек, который хочет покорять Москву, начать здесь жить. А вы уже в конце этого сюжета выскажите ваше мнение. Этот ролик будет жизненный и интересный. Пойдемте ко мне в гости. Ну а пока мы идем знакомить вас с квартирой, у вас есть потрясающая возможность познакомиться со спонсором этого выпуска, который подойдет каждому автомобилисту, да и в быту пригодится тоже каждому. Смотрим и продолжаем. Друзья, а за моей спиной находится крутейший спонсор этого выпуска, с которым я вас за последние несколько лет уже знакомил и сам им несколько лет уже пользуюсь. Потому что это компания мой Вошер в лице их универсального продукта Вошер. Как вы видите, Вошер сам по себе бесконтактный. И в свете последних событий в мире важно отметить, что он идет с дезинфицирующим изопропиловым спиртом. Одно из его применений это уход за вашим автомобилем. Вы проехались по трассе, у вас стали грязные стекла, их нужно помыть. Обычно выходят, начинают вытирать это все салфетками, тряпками, потом это все бросают. Он очень экономно расходуется. Вы можете пшикать много, но расход идет просто мизерный. После того, как вы обильно опрыскали ваше стекло, аккуратненько просто, ребята, в одно удовольствие, одним касанием. Проходимся горизонтально и все убираем. Особенно это, конечно, будет хорошо заметно, когда у вас очень сильно грязное стекло, и вы проехали с трассы. То же самое в плохую погоду можно применять и с фарами. Я действительно им частенько пользуюсь. Удобно, то есть вы убираете грязь с фар, со стекол, его можно применять в быту. И самое главное, что после работы у вас остаются чистые руки. Ничего не нужно вытирать, вы аккуратно его убираете в багажник, либо в карту двери и поехали дальше. Опять же, обратите внимание, что вот эту часть можно прокручивать, и ничего у вас выливаться не будет. Вошер – это действительно удобная тема. С помощью вот этого маленького компактного вошера вы сможете с комфортом ухаживать за вашим автомобилем. Точно так же вы можете применять его в быту. Помыть, например, стекло в ванной. А самое главное, подчеркиваю, что он идет с дезинфицирующим изопропиловым спиртом. Вот на секундочку, во многих антибактериальных средствах, сегодня разрекламированных, он присутствует точно так же, но стоит он гораздо дороже. Я оставлю ссылочку в описании, чтобы вы могли посмотреть, где его купить. Продается он во всех крупных сетевых магазинах. Для вашего удобства вывожу сайт на экран и также оставляю на него ссылочку. Вошер – это действительно толковое средство, которое я смело могу вам рекомендовать. Один раз попользовавшись, вы больше никогда его ни на что не применяете. Вошер – это тема. Мы с вами перемещаемся во двор, и цель этого сюжета – показать вам, что такое доступное жилье для москвичей в Москве в плюс-минус нормальном районе. То есть, не так, что вы живете где-то за МКАДом из серии «10 минут», как пишут застройщики, до ближайшей станции метро. На самом деле, по утрам – это час времени. Не так, что вы живете около МКАДа, тоже хрен знает где, а так, что вы живете относительно на окраине, но при этом вы можете спокойно выйти, сесть на метро через 3 минуты и поехать уже по своим делам на работу еще куда-то. То есть, плюс-минус нормальные условия для жизни. Но что вы получаете за эти деньги, какие это деньги, пойдемте смотреть. Вот он, собственно, дом, легендарный дом Пила, этот архитектурный проект. Но обо всем по порядку. Пойдемте посмотрим квартиру. И вот мы уже у нас на этаже. И та самая заветная квартира в Москве. А вот мы и заходим к нам в гости. Друзья, основная задача этого сюжета – показать вам реальность. Многим людям, кто не живет в Москве, но все равно интересно, сколько стоит проживание в Москве. Тем, кто проживает в Москве, они на раз заходят, смотрят новостройки, смотрят вторичку. Тяжело подобрать вариант, тяжело понять, сколько стоит вообще сама жизнь. Вот я вам рассказываю. Давайте отталкиваться от того, что вот эта квартира, которую вы сегодня увидите, несколько лет назад могла продаться без ремонта за 5,5 миллионов рублей. На сегодняшний день подобная квартира, но на 7 квадратов больше в этом же доме, вот я вам вывожу объявление на экран, стоит примерно 7 миллионов 150 тысяч рублей. Но она с более лучшим ремонтом, но тем не менее все равно ремонт старый. Опять же, не забывайте о том, что вживую надо приходить, смотрите, как он станет. Полы, стены, ну и так далее. Моя квартира на сегодняшний день вот с этим ремонтом стоит примерно 6,5-7 миллионов рублей. Значит, что я сделал? Когда мне досталась эта квартира, как она мне досталась? Одна вторая часть была у бабушки, и одну вторую часть у другого человека пришлось покупать. Мои родители брали кредит, примерно 2,5 миллионов рублей выплатили. Теперь здесь проживаю я и моя жена. Пока что мы здесь живем вдвоем и собака. Что я сделал? Когда я сюда зашел, проживал здесь студентом примерно 8 лет, я начал делать ремонт. Я все нахрен здесь сломал, это была моя давняя мечта. Все сломал и начал заливать полы бетоном. Залил полы бетоном, все переделал полностью. На ремонт ушло 2 миллиона рублей. Смотрим, как это выглядит. В силу того, что квартирка небольшая, мы заходим на все, приходилось экономить место. В первую очередь, вот этот шкаф, открывая который, мы получаем примерную глубину порядка 60 сантиметров. Соответственно, здесь у нас вещи идут, мои вещи. И с другой стороны, вещи жены. То есть, это все было продумано для того, чтобы все это было спрятано. Опять же, подчеркну, что прежде чем что-то строить, я отдал сразу 65 тысяч рублей за проект. В который входило полностью нарисовать квартиру, сразу расставить, где что будет, на каком расстоянии. Это очень важно. Потому что самому это может показаться. Я все сделаю сам, сэкономлю денег. А потом ты ставишь диван и выясняется то, что пройти мимо него невозможно, не задев его бедрышком. Здесь же мы все продумали. Но проекты, это тоже обращаешься к людям. Мне, например, предлагали поставить вот сюда, в этот шкаф, стиральную машинку. Когда пришли люди, они говорят, слушай, если что-то случится, тут же будут идти трубы к ней, будешь все долбить. Поэтому сразу передумали. Вот это ванна, туалет, они раньше были здесь совсем маленькими. То есть, если вы посмотрите фотографии подобных домов, проектов, там просто невозможно находиться. Если туда заходишь, там места вот столько. Я решил ее увеличить. В любом случае, кадр приходится подбирать. Потому что место, как ни крути, но все равно удавалось выжать вот считанные сантиметры. Смотрите, что у нас получилось. Большая раковина, душевая кабина. И здесь у нас туалет. Значит, что касаемо душевой кабины. Я вам показываю все как есть. Ничего мы не прячем. Естественно, мы специально тут пыль натерли, прибрались. Но, тем не менее, как вот живем, так и есть. Здесь изначально она была установлена. То есть, должны были быть двери стеклянные. При установке ребята ее разбили. Про ребят я вам расскажу чуть позже. И в дальнейшем я помню, что это на самом деле был хороший знак. Вот сейчас ты помылся и выходишь из ванной. Ты вытираешься, понимаешь, вот, руки в разные стороны разводишь. И тебе ничего не мешает. А если бы здесь была бы кабина, то таким образом было бы места меньше. То есть, было бы более скомпнутное состояние. Это раз. Опять же, касаемо проектов. Вот вы когда обращаетесь к людям, иной раз мы зачем к ним все обращаемся? За помощью, потому что они специалисты, профессионалы. Мне, например, дизайнер предложил поменять местами. Что унитаз будет вот здесь, а раковина будет вот здесь. Почему? Хрен его знает. Но вот так на проекте смотрелось красивее. Когда пришел сантехник, мой знакомый, он говорит, слушай, мы-то переставим, это не проблема. Но вот сейчас это все менять, стояк здесь это менять. Зачем это нужно? Тебе здесь что, не сидится? Я говорю, сидится. Таким образом, мы это все дело оставили на своих местах. То есть, проект был, я взял его за основание, но дальше я вносил изменения. Все остальное здесь, естественно, потолки. Все подключено, все работает. Полностью была заменена вся проводка. Были, я имею в виду, здесь внутри трубы, то есть, у нас стоят счетчики отдельно новые, по которым я, собственно, подаю показания. Касаемо показаний. Вот эта квартира, однокомнатная, да, мы здесь живем вдвоем. Мы за нее платим в месяц примерно 3000 рублей коммунальные услуги. Плюс сюда же еще свет. Плюс сюда же сразу считаем интернет 500 рублей. Считаем консьерж в подъезде есть, надо оплачивать, шлагбаум есть. То есть, в круг квартиры становятся примерно по содержанию около 5000 рублей. Вот такую цифру я всегда держу в голове, что пятак, будь добр, в конце месяца, да, отдай. Напомню на секундочку, что за городом у нас есть дом 200 квадратов на участке 15 соток, за которые мы в среднем платим в месяц 5000 рублей. Ну, в зимний период больше, то же самое, как и здесь. Но здесь все разбито ровным счетом. То есть, в среднем 5000 в Москве за квартиру, 5000 в области за огромный дом. И подчеркну, что за весь ремонт, все, что вы видите, я в это все дело вложил 2 миллиона рублей. Но я подчеркиваю, что я называю цифры за все под ключ. То есть, вместе с работами, вместе с материалами, вместе с дверями, с входной, вынос мусора, занос мебели. Вот все, что было, за все, что нужно было платить, вот это за все ушло 2 миллиона рублей. Идем потихонечку дальше. Наш туалет-гардероб-прихожая перетекает плавно в кухню. Вот это вот интересная история, потому что кухня в любом доме это очень важно. Про нее я вам хочу рассказать отдельно. Но мы эту зону разделили. Вот здесь раньше шла стена. То есть, эта стена меня всегда злила. Понимаете, в маленькой квартире здесь стена, заходишь на кухню, она раньше была вообще крохотная. То есть, был небольшой здесь столик, но было не дискомфортно, не уютно. И я всю жизнь, когда был студентом, мечтал ее снести. Я ее снес. Конечно же, перепланировка согласована. Факт в следующем. Я хотел сделать студию. Я ее сделал. Как это выглядит? У нас раздельная зона для приготовления пищи. Здесь специально положили плитку. Почему? Готовишь, что-то упало. Проще убирать, проще за этим следить. Я уверен, всем, кому там старше 30-35 лет, вы наверняка скажете, ну блин, не то нужно было делать более светлые тона. На момент ремонта мне было 27 лет. Факт в том, что нам эти тона очень сильно понравились. То есть, такое сочетание мы посчитали для города, но вообще круто выглядит. Поэтому тут ваше мнение можете высказывать в комментариях. А вот с кухней это очень интересная история. Рассказываю кратко. Значит, когда я обратился в одну из компаний, которая занимается продажей кухон, это вот по городу едешь, заходишь, тебе рассчитывают. Вот эту кухню с учетом плиты и газовой, духового шкафа, встроенной микроволновки, вытяжки, здесь вытяжка идет, мне насчитали по цене, внимание, 720 тысяч рублей. Вот за это все просто 720 тысяч рублей. Когда я вышел, я подумал, да что это за цены, это просто с ума сойти. Начал искать производителя, нашел, позвонил им, приехал в их фирменный магазин. И знаете что? За все то же самое я отдал 320 тысяч рублей с учетом установки, с учетом сборки, раковины и смеситель в подарок. Так еще мне подарили тогда посудомоечную машину. Это к слову о том, что когда вы не понимаете в ценах, вы заходите и вам говорят, типа ой я кухню там себе присмотрела там за миллион рублей, за миллион рублей. Вот это вот вполне достойно все сделано. То есть здесь естественно всякие доводчики есть, кухня хорошая, столешница хорошая. Но не так, что она должна стоить там 700 тысяч рублей. Далее, в силу того, что у нас квартира небольшая, как бороться со всем этим? То есть нужно стирать. Стиральная машинка есть, мы тоже поставили на кухню, чтобы было все видно рядом с водой. Она идет встроенная с сушкой, потому что ты постирал, включаешь режим, высушил, вещи достал, они уже сухие. То есть их остается только погладить, все, вопрос закрыт. Но машинка такая стиральная с режимом сушки сразу стоит на момент покупки 90 тысяч рублей. Холодильник, мы подобрали его, он как раз под интерьер вписывается, 60 тысяч рублей. То есть вот так вот по деньгам все это набегает. Одни только окна здесь стали с установкой примерно 50 тысяч рублей с учетом подоконника. То есть все там, сломать старые, поставить новые, установить. То есть закрываешь полностью, улицу вы не услышите вообще. Здесь мы сняли жалюзи, потому что сейчас мы их стираем. Они идут с технологией blackout. Что такое blackout? Если все закрыть, в комнате днем будет вообще темнотища полная. То есть это круто, ты пришел домой, лег отдыхать, высыпаешься. Два барных стула, то есть как это происходит? Здесь я могу отобедать, здесь же я могу сесть, поработать. Компьютер есть, да, ты, например, занимаешься, что-то делаешь, смотришь телевизор. Барная стойка, здесь обычно фрукты, овощи. Просто мы сейчас в Москву заезжаем редко в силу от вируса. Но в целом, когда живем, все чистенько, аккуратненько сидишь, наслаждаешься. То есть вот так вот на самом деле для двоих человек вот это вот достойно сделано. Ну на мой взгляд, то есть по пространству опять же. Значит, что касаемо цен. В силу того, что дом 12-этажный, это в принципе считается хороший дом. Опять же, подчеркиваю, территориальность. Рядом есть школа, две школы. Рядом несколько детских садов. Рынок, парк. В общем, с точки зрения инфраструктуры можно перечислять очень долго. Вопросов нет. Ну и самое главное, транспортная доступность. Вышел, три минуты реально ты в метро попер по своим делам на работу. Вы скажете, однушка это вообще конура, жить в ней с семьей невозможно, поэтому как минимум нужна двух, а то и трехкомнатная квартира. Вот я вам рассказываю. Если рассматривать дома, которые стоят рядом, или этот же дом, двухкомнатная квартира площадью так 45-55 квадратных метров будет в среднем стоить 9, а то и 10 миллионов рублей. Трехкомнатная квартира, которая свыше 55-60 квадратных метров, ну до 70, будет стоить порядка 9,5-12 миллионов рублей. Я вам называю цены за квартиры вот в таких обычных домах, скажем так, потому что есть дома здесь тоже хорошие, с закрытой территорией, где трехкомнатная квартира площадью 90, а то и 100 квадратных метров может стоить аж 25 миллионов рублей. Но факт в том, что найти ниже в Москве, это просто нереально. И те, кто скажут, что за вот эту конуру 7 миллионов, да парни, все с этого, то я офигеваю, что в Москве вот такие цены за конуру 7 миллионов. Вы будете смотреть новостройку, там цены совсем другие. Все то, что вам рассказывают на этапе котлована, это совсем другое, там опять же риски. Поэтому не будем на этом останавливаться, но мы к этому еще вернемся. Потихонечку мы с вами плавно перемещаемся куда, опа, и мы уже в зале, ребята, очень удобно, я вам серьезно говорю. Здесь у нас получается большой панорамный вид во двор, ну на заднюю сторону дома, зеленое все. Это вот к слову о том, что недавно, когда мы снимали про дом, многие говорили, зачем ты сломал деревья? Вот зачем. Отличный сегодня пример. Уже неделю как идут дожди, получается мы находимся на втором этаже, у нас рядом находятся вот деревья. Соответственно, какая плохая погода, сырость и самое главное, темно в квартире становится. Если сейчас все выключить, то света не хватает. Те, кто живут там 5, 6 и выше, там естественно будет простор. Деревья возле дома, это круто только вот на картинке, либо в летний зной, когда открыл, ох, тенек, хорошо вживую, это не очень хорошо. Далее, касаемо отопления, две батареи у нас стоят, одну из которых постоянно отключаем, в силу того, что в Москве реально с этим проблем нет вообще, топят, ну просто на убой. Вот эти кресла, они идут от компании Green3. Сегодня я вам их рекламировать не буду, но скоро у нас с ними будет совместный проект, потому что вот это я покупал сам, дико доволен. У нас получается комплект раз, два и столик. Очень крутые кресла, ну реально. И поэтому я хотел купить еще одно, но выпросил его за рекламу. То есть, как это выглядит? Ты пришел, присел, час я поставил. Собачку свою любимую на руки взял, сидишь, наслаждаешься телевизором. Что смотрим? Ну вот в данный момент скажите, откуда у вас миллиарды Навального. Изучаем. Конечно, тесновато, не хватает балкона, ну а что делать? Такого, чтобы я когда-то пожалел о том, что квартира, да ты что? Не избалованный, не избалованный, очень рад этому. Так, далее. Что я сделал? Я сделал интересное решение по ремонту. То есть, мы сделали такие некоторые выступы. Здесь висит телевизор, все спрятано по проводам, и здесь внизу идет камин. Камин из серии интерьерный, естественно, если его включить, он будет светиться, будет идти пар. Ну, то есть, получается, он как увлажнитель воздуха работает. Здесь у нас статуя Бурш-Халифа, где я сделал жене предложение. Здесь у меня кнопочка на 100 тысяч акционеров на канале, за что вам огромное спасибо. В силу того, что студия, мы ее разделили вот так вот мебелью. У нас здесь стоит шкафчик, где мои вещи лежат, вещи жены. И здесь получается спальная зона. То есть, заходим сюда, места не так много, естественно. Вот я подчеркиваю, каждый сантиметр, вот это вот все, мы вымеряли. Это была битва за сантиметры, друзья, за сантиметры, чтобы можно было спокойно пройти. То есть, ты проходишь сюда, у нас кровать, если я не ошибаюсь, шириной метр шестьдесят, ну, в частности, матрас, на который можно раз и попер ложиться отдыхать. Ты лег и балдеешь. В одного, конечно, ты здесь будешь получать бешеное удовольствие вдвоем. Ну, в принципе, нормально. То есть, как бы ложимся спать не было ни разу такого, чтобы мы тут передрались из-за того, что спать там неудобно. В целом, нормально. Два специально вечерних света. Сюда я вывел розетку для того, чтобы можно было подключить телевизор, если вдруг он понадобится. Здесь, снизу у нас место Джоника. Но Джоник, как правило, засыпает с нами, потом уходит спать на пол, потому что все-таки шпиц пушистый. По ремонту. На все про все ушло примерно полгода. Где-то в марте мы начали им заниматься и заехали сюда ориентировочно в сентябре. Естественно, самым последним этапом это была кухня. Все остальное, вот так вот, если брать, да, казалось бы, ну, матрас там 20 тысяч рублей, кровать, вот это вот совсем в сборе, приехать, установить, там обошлось примерно около 70 тысяч рублей. Телевизор, 85 тысяч рублей в момент покупки, камин, там около 40 тысяч выходил. Вот это все насчитываем, да, это все в цены. Кресло, столик, это около 35 тысяч рублей. По ценам по ремонту, ну, понятно, дело, самое основное, это материалы, работа. Опять же, мне с работы еще дико повезло, потому что я людям заплатил за все, в частности строителям. У меня был прораб и один помощник у него, 175 тысяч рублей, не считая того, что те, кто устанавливал батареи, кто устанавливал сантехнику, это отдельная оплата. Но вот так вот, в круг, кому надо, я, конечно же, могу там целую смету расписать, но факт в том, что это 1 миллион 960 тысяч рублей. Я специально поднимал расчеты, вот такая цифра получается, но округляем до двух. Вот так вот, на 27,4 квадрата. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть специальная ниша для такого жилья. Это вот как раз про меня, я вот в такой квартире живу. Значит, если купить подобную квартиру с точки зрения инвестиций, ну, допустим, кто-то там скопил, потому что это, по сути, вот цена хорошего BMW X7. Вот BMW X7, который вы на дорогах видите, это примерно вот как раз цена вот этой квартиры в Москве. Покупая ее, примерно вот сейчас в таком состоянии, в таком ремонте, ее можно сдавать, я думаю, тысяч за 35, ее точно заберут. Ну, естественно, отдельно коммуналка. Опять же, сейчас цены немножко выросли. Вот с этим вирусом краткосрочный рост произошел, потому что я мониторю рынок, смотрю, цены идут вверх. Значит, почему смотрю рынок? Ну, естественно, как вы понимаете, эту квартиру я буду продавать, но буду продавать ее чуть позже. Данный момент, данный ролик, он не рекламный. Я вам просто хочу показать, когда пока есть такая возможность, что такое доступное жилье, одна комната, вот на одного-двух человек в Москве, в нормальном месте. Не в самом хорошем, в далеко не самом плохом. Так, чтобы ты вышел из дома. Магазины, детские сады, парковка, все у тебя есть, шаговой доступности. То есть, вот такая картина получается. Все косяки, которые вы увидели, что где-то, возможно, что-то отошло, увидели, хорошо, можете написать в комментариях. В общем, из этой квартиры, из этих метров приходилось просто выжимать все соки для того, чтобы сделать так, чтобы ты мог здесь жить. Честно вам скажу, пожив здесь вдвоем, в целом, напряга никакого нету, привыкли, вот серьезно. Первое время, когда я приезжал в дом к родителям, два этажа, 200 квадратов, да мне даже было тяжело, потому что надо постоянно кто на второй этаж сбегать, что вниз, ванна в одном конце, туда-сюда. Ну, знаешь, после однушки просто непривычно. Единственное, чего не хватает этой квартиры, это, конечно же, хорошего балкона. Если мы посмотрим, кто-то скажет, ну, чей ты, ну, цариценность, все равно окраина, нужно поближе к центру. Я смотрел, значит, район, допустим, в пределах уже третьего транспортного кольца, двухкомнатная квартира площадью 45 квадратных метров вам обойдется примерно по цене 9,5-12 миллионов рублей. Да, разбег большой, но и состояние разное, площадь разная. То есть, надо смотреть, минимум 45 квадратов, максимум у вас будет там, ну, 55 квадратов. Вот такие цены. В новостройках, в пределах Москвы, вы тоже, естественно, ничего там дешевого не найдете. У меня есть друзья, кто покупал себе квартиры вот здесь неподалеку, Домодедовская есть, там новостройки. А плевались, почему? Внешне ты приходишь, все круто, вам рассказывают то, что это в целом умный дом, все там с мобильного приложения, специально разработанного для этого дома. То есть, ты все можешь смотреть, там чуть ли не лифт вызывать с мобильного приложения. На самом деле, заехали, у них угловая квартира, потом, как они выяснили, ну, потому что там архитектура дома такая, что даже было сначала непонятно. Трещина пошла, застройщик говорит, все, ваша проблема, мы пили квартиру, уже ваша трещина, не наша. Постоянно идут баталии. Вторичка, внешне, да, невзрачный дом, думаешь, блин, ну чик, какой-то все серый, но он обжитой. То есть, понимаешь, я пришел, дома сделал себя хорошо, уютненько, все, ты пришел, поставил машину, сидишь дома, пьешь чай, наслаждаешься жизнью. Ну и, конечно, все те, кто скажут, это бред, за эту квартиру отдать там 6,5-7 миллионов, это бред. Если скопировать вот этот дом и поставить его куда-то там за 100 километров от Москвы, в ту же самую каширу, да, вот эта квартира там бы стоила тогда бы там, ну, полтора-два миллиона рублей. То есть, вот эти 5 миллионов накрутки, условно, это не за то, что здесь, как вы понимаете, ремонт, это за то, что где она находится. Просто некоторым почему-то непонятно, что земля в Москве, она стоит денег, ты покупаешь территориальность, ты покупаешь место, ты покупаешь землю, ты покупаешь прописку, вот за что ты платишь. Поэтому вот вам, ребята, информация честная, не вот это вот то, что из серии, да какой тут ремонт, кто-то писал, за 300 тысяч можно ремонт сделать, за 300 тысяч по-хорошему, без торга, ты отдашь денег только строителям, за то, чтобы они тебе все сломали, заработай за их. Вот на эти 30 квадратных метров, а не так то, что 300 тысяч. Материал считай, гарнитур считай, все считай, это все деньги. Почему, например, некоторые, типа, ну, ремонт сделал, а мебель что? Старый диван понесешь в новую квартиру, холодильник, все это стоит денег, стиральная машинка, ванну, все это бабок стоит. Вы сами это прекрасно знаете, особенно сейчас, на 2020 год, цены только и растут, и растут вверх. Вот такая картина у нас получилась, соответственно, пишите ваши комментарии, высказывайте ваше мнение, интересно будет почитать. Дальше мы будем продолжать снимать сюжеты и про недвижимость, и про автомобили, и про банки, и про кредиты. Я буду стараться снимать ролики на разные темы, чтобы вам, в первую очередь, было интересно смотреть. На этом у меня сегодня все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok